решил пока еду до торгового центра с вами выйти пообщаться то что-то московских пробках скучновато ездится рассказывайте давайте как у вас дела как погода в москве столько столько снега выпало просто с ума сойти вчера на дорогах был полный коллапс пробки сумасшедшие во дворах машину поставить негде в общем жесть проблемы еще раз проблемы привет марш привет так тут у меня сколько полос вообще ничего не видно она хоть немножечко центральной дороге расчистили и по свободе стала так здесь у нас вроде прямо надо ехать привет ты правда возвращаешься на дом 2 нет неправда но по крайней мере пока что будет через год через десять америка будет просить через 600 метров поверните направо спросите вопросы вот про дом 2 спросили что вас еще интересует как вас и что-то интересует помимо дома 2 давайте вот про дом 2 вообще не будем разговаривать вот что-то кроме дома 2 не вот интересно или вы меня только с домом 2 ассоциируете я же я много что выкладываю помимо проект про проекта я вообще уже давно ничего не укладывал как с элиной да никак с элиной как у нас может быть с ней никак не общаемся навигатор чей голос какого-то рэйпера не помню как дела у меня все хорошо паси большая я еду в торговый центр так мукад варшавское шоссе вот мне направо как бы только туда еще залезть бы она сейчас разберемся так что здесь у нас происходит ты красавчик поверните направо ну-ка попробуем чуть-чуть нарушить правила спереди камера на полосу по магазинам пройдусь ваш колен покурю может покушу еще посмотрим так красавица давание то не не филан то пропусти навигатор топ да мне даже нравится нормально четки клинки ничего не чувствуешь нет конечно на мкаде короче фура перевернулась мкад вообще весь стоит в сторону варшавского шоссе от один соло примерно просто пипец поэтому я поехал немножко в объезд через калужская шоссе кстати мимо дом 2 проезжал что мне все 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 дороги творится вот и проехал объехал через калужское шоссе сейчас нам как буду выходить чтобы в этой пробке не стоять но в объезде тоже здесь уже столько машин скопилось все тоже в объезд ездят едут на проект собираешь не собираюсь я думаю на железо потерял через 600 метров держитесь правее а потом поверните на право делал те или иные вещи либо поступал так и либо как-то по-другому вот это не касается там или это в принципе в жизни так и смысл вопроса в том чтобы надо надо ошибками мы учились и больше их не повторяли это во всех сферах это не только там про взаимоотношения мужчины и женщины это в принципе так должно быть у адекватного умного и здравомосящего человек не нужно тебе надо дома два пассива а ты когда не попадал в аварию давайте на эти темы я буду с вами разговаривать только не за рулем я конечно не суеверный вот но все же я думаю на тему аварии за рулем не очень прикольно разговаривать поэтому следующий вопрос так что происходит здесь сейчас ребят секундочку буквально я здесь посмотрел просто куда мне нужно поворачивать а то по новой дороге эту не помню даже здесь разворачиваться все короче посмотрел теперь основа с вами москве потеплела наконец-таки очень теплая погода но снега очень много сегодня выпало вчера точнее а сегодня службы все это чистят но вроде неплохо получается какая у меня машина марка у меня был гольф вольсваген я продал его сейчас и на каршеринге и же что-то в москве я посчитал что машина не очень нужна из-за этих пробок вечных вот но но не знаю держитесь правее а потом поверните направо довольно таки сложный вопрос посмотрим пока я сейчас на нем не на машины очень много других забот и обязательств вот но думаю что ближайший год-два я возьму себе какой-то машина у нас сотрудники дпс фига туешь 4 человека стоят да происходит через 200 метров развернитесь дпс мы проехали через 200 метров нужно развернуться развернитесь очень тепло градуса 3 тепло очень вообще классная погода глуп о вертолет полетел правительстве кстати мешутся скорее всего я можешь медведи плетит прикольно да у нас очень тепло минус 23 блин я был екатеринбурге там было минус 35 ночью было минус 40 я просто херевал я выходил но я отвык уже таких морозов я выходил на улицу буквально там 3-4 минуты все меня уже колдое било очень очень холодно было в москве принципе тоже дни были холодные пипец из дома даже не вылазил но сейчас потеплело похорошела чувствуется уже немножечко такая весна через 200 метров держитесь правее какого-то там определенного любимого магазина могу вообще в любой магазин зайти если мне понравится вещь то я ее могу купить это может быть какой-то брендовый магазин как и обычный то есть как бы я не сильно держитесь правее я бы не выходила на улице 40 ну вот я также думаю ну то есть я выходил там буквально мама когда попросила там до магазина дайте либо и там еще что-то там до друзей нужно было дойти ночью такие вот простые вещи но ты выходишь и через три минуты тебя вы все же без очень холодно санчи ты знаешь где-то 10 бенусину старый пердун да мне неинтересно это внешне я садеевым был знаком но мы с ним перестали общаться поэтому кого он там избивает кто избивает его мне честно по барабану вот поэтому не понимаю зачем вы мне эти вопросы задаете мне как бы них не горячо не холодно от этого здесь вопрос вы задавайте лучше мужчины после очередного избиения почему от него снова возвращается они мне это как бы безразлично все я ее не знаю вообще слегка так там пару встречались с фитофорта здесь куда ну ладно хочу познакомиться твоя бывшая девушка боюсь она будет против так санчо соображает санчо соображает тех блять еще светофор откуда у светофоры на таких дорогах вообще не понимаю после лины была у тебя девушка добыла хотел бы я вызвать отношения с линой нет не хотел она такая секси самая красивая и всех это кто боже кремоте на всю жизнь это или надо без разницы честно раньше я заморачивался по этому поводу потому что подумают другие что скажут телезрители там и так далее сейчас вообще по барабану я понимаю что это все настолько индивидуально что сегодня тебя поливает все не могут от тебя отзываться какой-то офигенный крутой и нереальный парень а завтра ты совершишь какую-то одну ошибку и забудут о всех твих достоинствах поэтому в жизни нужно но вот я вот понял что нужно жить для себя и как ты считаешь нужно так и поступать и неважно правильно ты или неправильно главное делать так ты чувствуешь поэтому клеймо не клеймо вообще без разницы как бы я уже не заморачиваюсь по этому поводу если кому-то это что-то не нравится то как бы я никого не держу никого не заставляя общаться со мной или вести какие-то переговоры диалоги там и так далее у всех судьба разная что ж поделать она не рассказала про тебя кстати так сколько я еще буду ехать у меня вопрос впереди камера на разметку такой симпатичный а что я когда-то был не симпатичным не у меня конечно разные периоды в жизни были когда я там есть внешностью экспериментировал и бороду сильно отращивал и наоборот без бороды ходил вот поэтому я как бы не могу сказать что я прям фанат всего этого эксперимента но иногда бывает за из-за задницы кусает и хочется что-то делать на каршеринге да я на каршеринге еду сам че дай напутствие как познакомиться с ней я не успокоюсь никак с ней не познакомиться беги от нее вот я типа какой напутствие могу сказать а в каком районе в районе юго-запада рядом с проектом стать там буквально минут семь от меня до проекта так что четыре процента сегодня еще зуме переговоры надо будет чтобы зарядки хватило на все как найти везде дай аккаунт можете еще адрес написать и привет 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 всем привет так чё там в машине уже становится жарко капец состоит вон навязчивый тип вообще не говори привет познакомимся что это гоность и нас человеку смотрят кстати видели глеб жемчуков на с этой снасть снасть приехали на поляну сегодня прикольно кстати она такая вся шебушная он такой заводила я когда с ними был на проекте прикольная парочка они тогда только-только начинали очень даже вам пара не были интересно было за ними наблюдать у нас тепло очень-очень много снега и очень тепло я даже под куртку кофты сегодня не одел футболки еду давайте напишите кто с какого города вот мне интересно насколько впереди камера на разметку а я буду читать читать зачитывать ваш город откуда вы и говорить был я там или не был если был то какую-то прикольную историю буду рассказывать от ненашка подписанная на ли щук ну где-то она была у меня зайдите к вани барзикову он там выкладывал ее недавно она в таиланде была так ладно поехали по гордам мурманск не был никогда но рассказывали друзья что очень красивый город красноярск тоже не был ни разу сахалин город холмск блин хочется на сахалин съездить все никак не получается казахстан не был тоже краснодар краснодаре был ни разу историю и тогда ваш клуб местный краснодара вышел в плей-офф лиги чемпионов по футболу и тогда они принимали порту на домашнем стадионе и я работал в геленджике ведущим и гость который приезжал к нам он у него были в общем два билета и не он не знал с кем пойти я могу говорю ну поехали вместе и так исполнилась моя мечта и побывал на матче лиги чемпионов очень крутого стадион очень крутой парк галицкого вот краснодар в принципе для жизни очень прикольный город но после москвы мне кажется любой город россии кажется безумно маленькими не таким быстрым как москва калуга в калуге не было у меня друг с которыми живу у него там родители живут у у девушки его тоже там какие-то родственники проживают он часто туда ездит я ни разу не его санчо как его зову скажи я найду пожалуйста я влюбился слушай отстань пожалуйста и этот вот поэтому краснодар очень прикольный город и кто не был там и желать поехать то велкам вообще очень классно и до моря в принципе ряды не долго там три-четыре часа на машине и вы уже на море инфраструктура очень классно в краснодаре погода климат ночи все все плюсы только не настолько развито как развит как москва и нет этого скорости движения а так в принципе очень классно там я родился в молдавии в кишиневе и потом я всю свою жизнь прожил на урале в екатеринбурге но в сировской области там город верхняя пышма есть такой небольшой городочек и 4 год я уже в москве живу то есть уже четвертый год я в москве да так ну давайте присылайте еще свои города буду отвечать на вопросы было там не было если был тут поделюсь своими впечатлениями вот поэтому кто желает либо в гости приехать в краснодар или переехать на постоянное место жительства до то велкам езжайте вы не пожалеете точно мне в москве нравится очень иногда надоедается это суета вся это движение но буквально ты через один километр 500 метров съезд поверните направо два ты отдохнешь от этого и опять возвращаешься во все это во все это движение вот поэтому я очень сильно москву люблю именно за это здесь есть развитие здесь есть люди которые которые как могут тебя обмануть причем что 80 процентов в москве это люди которые общаются того ради какой-то выгоды и но также здесь очень много порядочных людей которые могут тебе очень сильно помочь спереди камера на разметку буквально сразу же их вышвыривает у меня очень много друзей когда я переехал хотели тоже переехать они переезжали в москву неделя-две и не понимали что они не вывозят и возвращались обратно свои маленькие городки где проще где легче где все уже за них сделано вот поэтому москва это такая хорошая чем проверка и не каждая проходит комсомольск на амуре так далеко я еще не был пока так далеко впереди камера на разметку через пятьсот метров съезд поверните направо приезжай в краснодар я был у вас два года назад до 2 года назад мы выступали в театре я и был деда морозом спектакль у нас был щенячий патруль детский вот поэтому и до этого я был на футбольном матче и до этого просто гулял вот я была где раз летом до дера зимой вот на мне оба раза очень сильно понравилось поэтому кайф сам петербург в питере был раза четыре наверное но не мой честно скажу город я прям там чувствую себя как будто съезд поверните на право но очень классный в плане истории то есть всем кто увлекается историей географии через 400 метров держитесь вот поэтому питер это конечно потрясающий исторический город которым должен показаться буквально каждый человек нереально крутые музеи история царскость но в общем там все о чем только может мечтать любой человек изучающий историю поэтому питер это прям съесть отдохнуть погулять это прям кайф но для меня для как для жизни я вот там не смог бы жить я еду в торговый центр пятигорск пятигорске не был ни разу это этот севка в т.в. да у вас там снимали переезжая на сахалин я тебе много красивых мест но нужна цель то есть понимаете так раз приехать ну то есть и на экскурсию давайте вот кто у кого есть любители игры в мафии я же у меня же клуб мафии свой в москве мы играем большим удовольствием люди приходят получают кайф а если вы в своем городе организуете соберете людей то я с удовольствием вам приеду на несколько дней и проведу игру вот поэтому как именно организовывать кого собирать и сколько все это будет стоить можете написать мне личное сообщение вам всего напишу вот поэтому в любой город россии в принципе я и в казахстан и в беларусь ездил проводил мафию и на кипре проводил мафия русскоязычных ближайшее время планируем таиланд дубай поэтому мы так вот растем потихонечку поэтому с кайфом я съезжу проведу только скажите куда так куда ешь торговый центр я еду кстати уже подъезжая ну как поезжая минут еще на радесть осталось 1 опять менты осенью почему так ментов много а сегодня же пятница пятница разратница теперь понятно откуда здесь так много ментов а это стоят ничегося ладно менты неправильно говори сотрудники дорожного патрульной службы этого штабу и правильного хочу я варят о не да я была в новой что возможно веришься на дом 2 правда все что я могу ответить по дому 2 смотрите за новостями поэтому я не буду раскрывать все тайны так я снова здесь надо два больше не вернешься кто его знает кто его знает никто не знает привет из перми первым привет перми был много раз вас классно очень сильные борцы прикольные ребята со многими общаемся знакомы вот поэтому с перми у меня очень много что связано именно из-за юношества так ладненько ребятки я уже подъезжаю давайте было приятно с вами пообщаться на связи а завтра еще будет прямой эфир поэтому заходите задавайте вопросы мне буду рад с вами пообщаться всем пока